Всем доброе утро! Начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную результатам акции «Хайпер с игреем Старый Цирк». В ноябре-декабре в Старом Хайперском Цирке проходила акция поддержки «Хайпер с игреем Старый Цирк». Воспитание детской менеджерской студии циркового искусства зарабатывали новую систему отопления для своей тренировочной базы. И наши спикеры сегодня расскажут об этом у нас Светлана Момот, художественный руководитель детской менеджерской студии циркового искусства «Старый Цирк». Дмитрий Выка, заместитель генерального директора структурного подразделения «Государственная цирковая компания Украины». Дмитрий Лябин из родительского комитета и Марина Гаманюнова, а также из родительского комитета. Доброе утро! Доброе утро! Дай вам слово, пожалуйста. В ноябре этого года коллектив «Старого Цирка» и детско-юношеская студия обратились к харьковчанам, скажем так, большей части к молодежи первоначально Харькова, за помощью, дабы провести акцию, которая впоследствии получила название «Харьков согреем Старый Цирк». Мне очень приятно отметить то, что в первую очередь Оксана Коклонская и Алина Ханбабаева откликнулись на это предложение. Мы бы, наверное, не смогли самостоятельно этого сделать, потому что, скажем так, мы люди творческие, больше мы заняты своими проблемами, тем более в связи с реорганизацией в последнее время. И в дальнейшем акция получила, я уже отмечал это, что мы не ожидали, что акция получит такой размах, что это приобретет, ну, реально, такие, большие масштабы в городе Харькове, в результате чего было проведено 6 представлений. За эти представления нам удалось собрать 47 666 гривен. И нужно отметить достаточно хорошую оперативность, и мы с благодарностью это отмечаем в адрес фонда Александра Борисовича Фельдмана. Они на второй день акции откликнулись на нее, и помимо нас связались с предприятелем тепломонтаж торгово-производственным, и большую часть оборудования необходимого, которое было запланировано на эту акцию, они приобрели и просто привезли нам уже, по-моему, на третье, к третьему представлению. К третьему представлению мы уже начали монтаж этого оборудования. Вместе с тем должен сказать еще такую вещь, что, скажем так, немножко прискорбно то, что до сих пор киевское руководство компании в телефонном режиме запрещает нашим сотрудникам подключать эту установку, дабы мы могли вывести ее на нормальный уровень и реально посмотреть, что же мы смогли заработать. Я думаю, мы преодолеем этот вариант, поскольку реорганизация еще не закончилась, и я думаю, нам удастся отстоять не только тепло, но и само здание старого цирка. Плюс хочу сказать, поскольку вот два направления было такие, это фонд Александра Борисовича Фельдмана и то, что мы собирали, мы сейчас уже видим по итогам сумм, которым нам удалось собрать, что мы сможем сделать намного больше, чем мы хотели. То есть, естественно, часть оборудования пойдет на утепление труб, поскольку это тоже большая проблема. Я говорил, что мы не все вопросы решаем этой акцией, мы обеспечиваем тепло в манеже для работы артистов и студии и прилегающие помещения. Сейчас мы уже откровенно видим, что мы можем часть этого оборудования перевести для животных, то есть протопить конюшни и сантехнические помещения, что для детей, для артистов достаточно важно. Спасибо за внимание. Звонки поступают до сих пор, спрашивают, когда следующие представления. Звонят люди, просто спрашивают, чем мы можем помочь. Готовы помогать не только нам в отоплении, вообще у нас есть своя общественная организация открыта. То есть, можем где-то в интернете выложить на нашей страничке счета, да, и через общественную организацию можно нам оказывать помощь. Ну, также хотелось бы сказать, что мы не зря провели эти представления, потому что с помощью них мы также смогли подготовиться к международному фестивалю. И сразу же на следующую неделю мы отбыли в город Днепропетровск на пятый международный фестиваль конкурс детско-юношеского эстрадно-циркового творчества, который проходил в Днепропетровске 12 и 13 декабря в государственном цирке. Жюри было достаточно компетентным, это очень известные люди в цирковом искусстве на Украине. Председателем жюри была Людмила Шевченко, это народная артистка Советского Союза, народная артистка Украины, ныне генеральный директор национального цирка Украины в городе Киеве. Также в жюри был ректор эстрадно-цирковой академии и ряд директоров цирков и представителей цирковой общественности. То есть вот результаты нашей поездки вы видите перед глазами. Мы возили, планировалось с нами вывезти 10 номеров, но маленькие дети, которые отработали не совсем в комфортных условиях, так 6 представлений заболели, и поэтому мы поехали с 9 номерами. Из этих 9 номеров 8 взяли первое место, и одно у нас второе место. Ну и соответственно по общему результату мы стали в третий раз обладателями гран-при этого фестиваля. И получили ряд приглашений на международные фестивали. Вот в Киеве планируется в мае проведение в национальном цирке международного фестиваля. То есть все наши победители будут ехать туда, там уже будет международное жюри. И наши ребята, которые Андрюша с Мишей Билоки, любимцы публики, получили приглашение на работу в национальный цирк. И в эту пятницу они уже начинают работу. Единственное, что могу отметить, что многие артисты ждут этого приглашения, являясь уже профессиональными артистами, много лет. Спасибо большое. Ну и слово к вам, как председателям родителей справа комитета. Дмитрий Лябин, давайте с вас начнем. Давайте начнем. Слышите свои впечатления. Ну прежде всего, как бы в начале хотелось бы действительно сказать два слова. Слова благодарности, спасибо Харьков, что поддержал наших детей. И как бы на сегодняшний день можно сделать вывод, что все-таки харьковчане едины в своем порыве отстаивать будущее детей и будущее нашей страны. Потому что, как вы видите, на сегодняшний день наши дети показывают, ну скажем, совершенно прекрасные результаты. И это подтверждает компетентное жюри. Но, как бы это прекрасно ни выглядело, на сегодняшний день, как в той поговорке, благими намерениями выслана дорога в ад. По результатам акции получается, что руководство цирковой компании Украины сейчас начало, как они говорят, служебное расследование в отношении руководителей студии. А нашим детям, то есть частности нам, родителям, сказали о том, что вам пора убираться на улицу, что цирк будет закрыт. И как бы там ни было, забирайте своих детей, хотите, то есть было предложено один из таких вариантов, сделайте, пожалуйста, себе ЧП, вот, и там воспитывайте своих детей. На сегодняшний день речь идет о 160 детях, которые одаренные, которые прекрасно развиваются и прекрасно прославляют нашу страну. В дальнейшем, то есть, как бы, родители, мы, родители, начали обращаться, почему такая ситуация, что происходит, в конце концов, почему мы должны, мы были в дирекции, то есть мы были официальным структурным подразделением дирекции, и вдруг нас, вдруг детей начинают выкидывать на улицу в результате какой-то организации. Было написано очень много писем, вот, но, к сожалению, ни на одно письмо мы не получили ответа, вот, ни из Министерства культуры Украины, ну, и, само собой, разумеется, ни от цирковой компании Украины, вот. И тогда мы сами решили разобраться в сложившейся ситуации. А ситуация очень простая. До 1 апреля дирекция финансировалась напрямую из Министерства культуры Украины. С появлением некого пана Дидека вдруг финансирование начинает идти через Державную цирковую компанию Украины. И на сегодняшний день те деньги, которые должны были помочь подготовить помещение к отопительному сезону, сделать там различные, то есть проплаты за коммунальные услуги и так далее, просто на сегодняшний день непонятно куда исчезли. Также цирковая компания Украины задолжала дирекции еще определенную сумму за те же финансово-хозяйственную там деятельность, которая связана. Все эти факты мы собрали воедино и написали письмо в правоохранительные органы. На сегодняшний день нас заверили, что данный вопрос, безусловно, находится на контроле в Генеральной прокуратуре Украины. И вот говорили со следователем буквально перед пресс-конференцией, то есть весь этот вопрос находится в процессе. И нас заверяют в том, что будет действительно открыто уголовное производство, которое будет зарегистрировано в едином державном реестре. Поскольку речь идет о бюджетных деньгах, о целевых деньгах, которые целевым платежом приходили в дирекцию и должны были использоваться по целевому назначению. Существует еще ряд многих проблем. Они связаны прежде всего с тем, что действительно дети заработали деньги. Своим трудом в тех условиях, в которых они находятся, это можно даже приравнять к подвигу, потому что преодолевая бюрократические всякие препоны, преодолевая тот факт, что на сегодняшний день три работника дирекции, которая ныне называется структурное подразделение, откровенно саботируют. То есть мы не можем подключить ни отопление. У нас есть ряд проблем, связанных с хозяйственной дисциплиной и так далее. Идет просто откровенный саботаж. Просто откровенный саботаж, и все делается для того, чтобы... Ну, а нам не скрывают, что дети должны убраться на улицу. То есть дети должны покинуть помещение старого цирка. Дмитрий, спасибо. Спасибо. Я лишь могу, как мама, добавить спасибо большое харьковчанам, спасибо за поддержку, спасибо за поддержку наших деток, которые своим трудом добиваются успехов, добиваются тепла, добиваются крыши над своей головой. И хочу добавить, что скоро будут праздники, Новый год, Рождество. И мы, родители, вместе со своими детьми, у нас одно желание Дедушке Морозу. Мы хотим на свою крышу, в свой дом и хотим тепло в доме. Мы очень просим, не забирайте у нас этот дом. Потому что наши дети действительно живут этим цирком. И эти дети являются гордостью не только нас, родителей, но и Харькова, я думаю, что всей страны. Спасибо. Спасибо. Я не совсем поняла, про сначала, что не разрешают установить уже купленное отопление. Да. А от кого это исходит? В чем причина? И что будете делать? Ну, во-первых, будем, как и обычно, будем бороться, продолжать бороться. Мы, я заверяю вас, мы имеем на это полное право. Чиновники компании, которые сейчас в телефонном режиме пытаются давать команды нашим сотрудникам, чтобы не подключать, под страхом увольнения и так далее, не подключать эту систему, по большому счету не имеют на это права. Здание старого цирка было и остается за дирекцией. Компания имеет к этому весьма отдаленное значение. То есть на расстоянии. Да, некоторые сотрудники не могут, скажем так, сопротивляться чиновникам из компании киевской. Почему? Потому что, как я уже говорил, с 1 апреля коллектив был переведен в компанию. И мы считаемся на работе там. Но здание до сих пор остается за дирекцией. Я думаю, мы имеем на это право. И, ну, будем решать вопрос, если нет, значит, родители нам помогут. Значит, сами будем устанавливать. У нас достаточно специалистов. Не хотелось бы, честно, не хотелось бы до этого доводить, но по-другому. Будем собирать сегодня, как мы называем, папский совет. Будем собирать пап и будем собственными силами все устанавливать. Потому что часть оборудования установлена. Но нам нужно, как это выразиться правильно, поварьировать по высоте. Потому что кто у нас был, вы видели, что у нас такой бочонок. Это много кубометров воздуха, который нужно обогреть. Поэтому нам нужно рассчитать дальность, как далеко, близко поставить к манежу это отопительные приборы. И сколько нам еще необходимо для этого. Естественно, что прилегающая территория к манежу это фойе, это санузлы. Это вот все, откуда идет холод. То, что мы смогли утеплить своими руками родителей и наших тренеров, это окна, это двери, это все сделано. То есть остается установить вот эту тепловую систему. Нам пытаются, нам приходят директивы, что у вас 9 градусов в манеже, запретить заниматься. Но 9 градусов в манеже, когда мы вообще ничего не включаем. Но у нас есть дизельные пушки, которые мы заработали в прошлом году. То есть мы обогреваемся. Соответственно, что я как руководитель оберегаю детей как могу, поэтому все разминочные тренировки у нас проходят в балетном зале, где он нагревается до 20 градусов в комфортных условиях. И, соответственно, остановить работу в манеже мы не можем, потому что, соответственно, мы выезжали на фестиваль, это подготовка. На данный момент мы должны, мы будем работать в городе, на городских елках, которые будут проходить в оперном театре, 26 представлений. Мы не можем от этого отказаться. То есть это не, ну, как бы, я не вижу в этом причины. Это и мы сотрудничаем с железной дорогой, бассейн-локомотив, где мы с нашей сборной по синхронному плаванию уже 6 лет делаем новогодние праздники. Там у нас 19 представлений. То есть мы не собираемся останавливать работу. Естественно, конечно, здоровьем детей никто не будет рисковать, поэтому мы стараемся их обезопасить, обогреть, уменьшить количество времени, находящегося в манеже, только необходимое. Но останавливать работу мы не можем. И, соответственно, что, как бы, наши творческие планы мы тоже не отменяем, потому что в этом году, вернее, извините, не в этом, в следующем году, в 2016-м, исполняется 110 лет зданию театра, цирк театра Грике, или как мы, харьковчане, мы называем его Старый цирк. Поэтому эту дату мы собираемся отмечать. И, мало того, к концу учебного года мы будем готовить большое представление. Вот хотим все объединить в театрализованной постановке, которая будет посвящена и юбилею цирка, и малому юбилею нашего города, и, естественно, юбилею годовщине независимости Украины, прошу прощения. Вы говорили о том, что вам не напекают на то, что из помещения придется убраться. Есть ли у вас предположения, кому нужно помещение, и для чего, что следует, если его заберут? Ну, я слово предоставлю родителям, поскольку они у нас такой... Этим расследованием у нас занимаются родители. То есть, если позволите. Смысл очень прост. Это помещение, балансодержателем этого помещения является дирекция. И вот изначально все построено на этом. Почему? Потому что сама по себе цирковая компания Украины, это всего лишь навсего, как бы, да, это громкое название, Ну, по сути дела, это артагентство, которое арендует помещение, у которого в собственности, по-моему, есть два автомобиля, и не более того. На сегодняшний день, как нам показалось, и затея на это лишь для того, чтобы компания приобрела какое-то помещение и делала там все... ну, осуществляла свою деятельность. Каким образом? Есть такой 633 приказ Министерства культуры Украины. Согласно этого приказа, все структурные подразделения, все майно и так далее, дирекции, должно перейти в компанию. Но здесь получилась не увязочка. А какая? Одним из структурных подразделений дирекции по приказу Министра культуры Украины является детская студия. Компании это невыгодно повесить. Но также за нами закреплено это здание. А здание, это не просто здание. Это наше культурное наследие, слабожанщины. Оно оформлено надлежащим образом, имеется охранный номер и так далее. И еще один момент. Произошло следующее. Пытаясь искусственно, то есть со всех сторон нападать на дирекцию, как обычно это было сделано, были проведены проверки контролирующих органов. Сам по себе нарушений было там на несколько, ну, там около, я не буду точно, мне сумма сейчас неизвестна, там точная, скажем так. Но это несколько десятков тысяч гривен, или даже может до 20 тысяч гривен. Но были выставлены сумасшедшие штрафные санкции. Вот, за те нарушения. Примерно около 2 миллионов, если я не ошибаюсь, или 2,5 миллиона гривен были выставлены. И соответственно, как бы контролирующая организация, в данном случае это фискальный орган, это налоговая служба, просто наложила арест на здание. И сейчас компания цирковая не может забрать. И таким образом возникают у них две проблемы. Выгнать детскую студию, и сейчас они судятся с податкивцем для того, чтобы снять арест. Вот и все, как бы здесь никакого такого ничего нет. Просто цирковая компания хочет забрать для себя здание, дабы превратиться уже в какую-то более-менее полноценную организацию. Я прошу прощения, я немножко добавлю, то, что пытается категорически скрываться о том, что старый цирк на сегодня, он находится в перелику объектов, не подлягающих приватизации. И это было принято постановой Верховной Рады, Кабинета Министров, Верховным Советом в 95-м году. Об этом никто не говоря, но это красиво. То есть, как только наше здание переводят в компанию, все, нас там уже нет. Я думаю, что это основной, то есть такой камень преткновения. Вторым камнем преткновения является нахождение творческого коллектива. Мы не берем имена, что наш, но по закону о культуре, творческому коллективу, неважно, взрослый, детский, он талантливый, неталантливый, должны предоставить аналогичное помещение. Поэтому, если компания возьмет это на себя, значит, они нам должны будут предоставить, найти другое помещение. Поэтому они пытаются вывести нас из юридического статуса, который мы имеем как структурное подразделение, дирекции, тем самым предлагая нам оформить ЧП. Ну, понятное дело, что ЧП сегодня они нам дадут, разрешат аренду, а завтра они нам скажут, идите на улицу. И все эти мысли и выведение из реестра неприватизированных предприятий и выход студии на улицу наталкивает на мысли, что, возможно, цирковой компании не совсем нужно это здание, а нужно это кому-то для продажи. Мы находимся, я просто хочу уточнить, не одни мы в Украине на данный момент находимся в таком положении. Мы разговаривали с друзьями из Киева. В Киеве есть очень известная художественная школа, которая сотрудничает с Фирташ Фондейшн, они вывозят на выставки картины и все остальное. Им предложили точно так же покинуть оборудованное помещение. То есть получается такой нонсенс. Вы, в принципе, можете работать, но идите и оборудуйте себе еще что-нибудь. Почему мы должны покидать оборудованное помещение? То, что мы можем сами себя обеспечить, и мы это доказали уже за 8 месяцев, то есть имея на иждивении 40 голов животных и 10 артистов цирковой компании Украины, я по-другому это не назовешь, за них не платятся ни копейки, ни за проживание, ни на затрату всех коммунальных, это и вода, и канализация, и все, вы понимаете, что такое уход за животными. Вот, мы смогли выжить за счет доходов от студии, за счет доходов от подготовки частных цирковых номеров, и у нас есть молодежные группы, которые занимаются частным образом. То есть мы смогли выжить. Это никого не интересует. То, что, в принципе, мы говорим министерству, что мы можем перейти на полный хозрасчет. Точно так же и эта художественная школа. То есть возникает ситуация, это уже не конкретно наша, а вообще глобально в нашей стране, что государство хочет здесь и сейчас получить деньги. И не интересует, что это может работать, и опять-таки тоже приносить государству деньги, мы будем платить налоги. То есть это ситуация, в которой мы уже, мы не можем в этом разобраться. Мы только понимаем, что ряд талантливых детей, не только наших цирковых, а вообще на Украине, стоят под угрозой выхода на улицу. То есть это вообще воспитание, это наше будущее, это наше новое поколение. Я тогда не знаю, о каком патриотизме мы можем говорить. Спасибо. У меня того пустота. Насколько я понял, в этой реакции вы обращались с Министерством культуры, собирались с Министером культуры приглашать на представление. Есть ли какая-то реакция? И в частности с этим приглашением на представление, и вообще в целом есть ли реакция в Министерстве культуры, потому что это же в их спорте. Реакция последовала незамедлительно. 10 ноября мы дали пресс-конференцию, а 12 декабря в Министерстве была коллегия, Министерство, и было дано указание в течение трех недель выбросить студию на улицу. То есть это вам так и сказали? Да. Ну это не нам сказали. Был наш знакомый на этой на радио в Министерстве. Сказали нам все равно, как вы это будете делать в течение трех недель, чтобы их там не было. Это вот эта реакция единственная, которая была. Никаких официальных писем, никаких, то есть какой-то реакции, даже в плане того, что, ну вот на секундочку, пропали бюджетные деньги. То есть они растворились, ну непонятно, куда делись, да? Сумма не маленькая, почти 300 тысяч. Министерством даже не было назначено служебного расследования, и нам до сих пор не могут сказать, а почему мы зарабатываем на коммунальные платежи не только себе, но еще и номерам компании, которые, в принципе, ну реально у нас сейчас на иждивении. Не было сказано, где эти деньги, что собирается министерство предпринимать в связи с этим. То есть, ну вот, нет нас. И нет этой проблем для министерства. То есть было предложено, чтобы обнулить все счета и до 31 декабря повесить замок на Старом цирке. Чему мы сопротивляемся и благодарны нашим родителям и харьковчанам неравнодушным, которые собрались 19 ноября, у нас, когда нас пытали, когда пытались запретить акцию, когда пытались выгнать детей. Все, конечно, разрешилось благополучно, договора были подписаны, акция стартовала, но на данный момент нас Дмитрием Владимировичем поставили под факт увольнения. То есть за то, что мы... Превышаем служебные... Как называется? Место благодарности, что мы сами ищем выход, сами ищем выход. Мы вот имеем... Находимся сейчас в таком положении. То есть это далеко от понимания. И тогда, ну вот, вы можете сами задать вопрос, а ради... Ну, почему это происходит? Спасибо. Если нам удастся отстоять это здание. Кстати, по итогам фестиваля, организаторы фестиваля и участники подписали обращение к министру культуры в очередной раз Вячеславу Кириленко о том, чтобы министерство собрало коллегию по поводу вот проблемы, которая произошла на сегодняшний день со старым цирком. Если нам удастся это отстоять, я думаю, что мы будем в ближайшее время обращаться в город и к городским властям, чтобы, если министерство откажется от этой затеи, чтобы нас город как-то принял к себе на свой баланс. Опять же, повторюсь, если нам удастся это отстоять, мы обязательно сделаем представление, посвященное 110-летию открытия цирка театра Греке. Это здание реально жемчужина украинского цирка, да и, наверное, не только украинского. Это то, чем мы можем гордиться, мы должны гордиться, мы постараемся обязательно это отметить. Спасибо. Посмотрите, когда мы заканчиваем, я от себя желаю, чтобы 2015 год, который заканчивается, оставил при себе все ваши проблемы, в 2016-м принес разрешение и благополучие с наступающим вас новым годом и удачи. Спасибо. Мы еще раз хотим поблагодарить харьковчан и всех неравнодушных в нашей судьбе. И неравнодушных и средства массовой информации. Спасибо вам, ребята. Вы сделали наравне с нами, потому что без вас, без вашей вот такой массированной поддержки в средствах массовой информации, я думаю, что эта акция была бы не такой широкой, как она оказалась. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok